МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его вес не выдержали перекрытия крыши. Здание давно признано аварийным, а люди уже как минимум три года ждут капитального ремонта. Известно, что учредителями управляющей компании являются супруги Елена и Евгения Речковы. Она депутат Бийской гордумы, а он директор фирмы. Жители несколько раз обращались в городское управление ЖКХ с просьбой отремонтировать кровлю. Затем уже по решению суда городская администрация должна была провести работы до 1 ноября этого года. Но и этого сделано не было. Происшествием занялись краевые следователи. В Барнауле стали известны имена победителей краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». 40 руководителей алтайских предприятий были отмечены за сокращение травматизма на производстве, развитие корпоративной благотворительности и кадрового потенциала. Среди них директора крупных предприятий из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Новоалтайска и районов края. Среди критериев оценки были обязательное наличие социального пакета, создание комфортных условий для сотрудников. При уходе работника в отпуск мы выплачиваем 25% средней заработной платы на оздоровление. Те же новогодние подарки, когда человек достигает определенного возраста, к юбилею премию выписываем. Победителей наградили вазой и кубком из Ревневской яшмы, изготовленной мастерами Колыванского камнерезного завода. Они лишены любви, не знают, что такое семейный уют и праздничное застолье. В преддверии Нового года наша редакция запускает целую серию материалов о людях с нелегкой судьбой. Мы решили познакомить разных по возрасту, но одинаково одиноких детей и стариков в надежде. Сегодня наши первые героини – Татьяна, воспитательница Бийского детского дома и Нина. Много лет она живет в доме-интернате для престарелых и инвалидов. У первой есть мама, но она не смогла стать для дочери настоящим другом. Как говорится, то, что мама должна быть своей дочерью вместо подруги и друга, а вот у меня все наоборот. То есть маме нельзя было рассказать какие-либо секреты. То есть там поделиться с ней чем-нибудь, ссорились очень часто, скандалы. Нам ничего хотелось, а любви побольше. У Нины, которая уже много лет прикована к инвалидному креслу, мамы нет с пяти лет. А не так давно эта женщина потеряла и дорогого сердцу мужчину. Два одиночества. Они познакомятся благодаря нашей редакции. О том, как прошла встреча и кем эти люди станут друг другу, смотрите в вечернем выпуске. Не раньше следующего года руководители футбольного «Динамо» прокомментируют ситуацию в клубе после скандального интервью одного из бывших игроков. Эта статья, в которой футболист откровенно рассказал о внутренних делах в команде, вышла на сайте «Толк Ньюз». В частности, экс-игрок поведал о пристрастии главного тренера Сергея Шишкина к алкоголю. Вот, например, одна из цитат. «Мы едем на вейст. Он, главный тренер «Динамо Барнаул», сидит и в автобусе и выпивает на первом сидении». Конец цитаты. Вдобавок, футболист сообщил, что наставник не занимается как таковыми тренировками. В результате команда, по сути, предоставлена сама себе. Выход экс-игрок видит смену главного приезжего тренера на местного. Но официальные комментарии общественность сможет получить, как заявил представитель «Динамо» только в 2019 году. Я думаю, в феврале-марте будет большая пресс-конференция. Которые будут приглашены все СМИ и будут даны ответы на многие вопросы. Напомним, сейчас «Динамо» занимает пятую строчку из шести возможных. Из 12 матчей «Сине-белые» выиграли всего два и добились пяти ничьих. На одной из игр болельщики обрушились с критикой. На главного тренера со словами «Уезжай домой в Самару» Шишкин. Барнауле совсем скоро начнет свою работу семейный фестиваль роботов. Но в ближайшую субботу одна из площадок торгово-развлекательного центра «Арена» превратится в захватывающий мир IT-технологий. Здесь не будет скучных лекций. Учить формулы и законы вас не заставят. Хотя один умный профессор предложит помериться интеллектом. Не бойтесь, двойку в журнал не поставят. На фестивале роботов «Робостарс» все машины друзья человека. Фестиваль интерактивен. Абсолютно с любым роботом можно повзаимодействовать, поуправлять, поговорить на абсолютно различные темы. Также они могут потанцевать. Фестиваль роботов «Робостарс» открывает свои двери уже 8 декабря. Пообщаться с талантливыми и очень симпатичными машинами можно будет на протяжении месяца. Здесь же все желающие смогут посетить занимательные мастер-классы по созданию и программированию роботов. Семейный фестиваль «Робостарс» будет работать на втором этаже торгово-развлекательного центра «Арена». Здесь даже взрослые мамы и папы становятся детьми. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компании «Эволар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови, принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эволар». Почувствуйте разницу «Эволар». Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае заметно теплеет. Ястым и без осадков обещает быть день. Ветер юго-западный умеренный, но морозы отступают еще не во всех районах. Холоднее всего будет в Заринске и Олейске. 23 градуса, 21 в Бийске и Рубцовске. Минус 18 в Славгороде, 16 морозов в Зминогорске и Белокурихе. В Барнауле без осадков, ветер умеренный, днем около 22 градусов мороза. У меня все новости к этому часу. Телефон редакции Барнауле 722-440. Хорошего настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова